Поговорим мы немножко о военно-политических новостях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. И тут начну с разблокирования польской границы. Оно произошло позавчера, так как правительство подписало предварительное соглашение с протестующим, было разблокировано. Так вот, надо отдать должное нашим пограничникам, они за сутки оформили 2550 грузовиков. И за сутки пункты пропуска Егодин, Дорогуск, Краковецк, Корчева и Раворусское Гребяное пришли в нормальный режим работы. Сегодня пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись в привычный режим. Машины идут, оформляются, никаких очередей больше нет, все оформлено, все работает. Вот так вот быстро мы, наша сторона, совместно конечно с польскими пограничниками, тоже надо им отдать должное за это спасибо, что так оперативно они все разгрузили, разрулили эти очереди и сегодня все работает в штатном режиме. Надеемся, что да, в дальнейшем правительство Польши Дональда Туска решит все эти проблемы и больше мы таких блокировок не увидим. А вот Франция, Франция решила не отставать от других стран и решила не только совместно производить с нами вооружение, но и поставлять нам дальше вооружение. Причем спектр, я так смотрю, становится все шире и шире. Мы так и до французских миражей дойдем, а может быть и до рафайлов, самолетов. Франция обязуется поставить в 2024 году Украине 78 САУ Цезарь для вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Франции в интервью одному из французских изданий. В то время как западная военная помощь исчерпывается, подчеркнул министр обороны, видимо намекая на Соединенные Штаты, Франция внедряет у себя режим военной экономики. Военная экономика это возможность для наших армий, но не только возможность для наших армий, но и для наших промышленников. То есть они поняли, что надо развивать. Цезарь является флагманом французской артиллерии. Это калибр 155, способен вести огонь на расстоянии до 42 километров, при этом скорострельность 6 выстрелов в минуту. Открыто расположенная на колесной шасси артиллерийская система. На сегодняшний день в составе вооруженных сил Украины воюет 49 САУ Цезарь. Скажу так, что он очень показал себя, Цезарь, хорошо в контрбатарейной борьбе. За счет дальности. Преимущество в дальности, точность и скорострельность дают возможность вести, очень эффективно вести контрбатарейную борьбу с артиллерией расшистов. Украина сама готова вложить часть своих ресурсов в вооружение. Мы приобрели 6 установок за собственные средства. И вот 78 САУ мы ожидаем в течение года. Так что и 16 января, то есть позавчера, Эммануэль Макрон заявил, я вам говорил об этом, что Франция предоставит Украине 40 ракет большой дальности «Скальп». И несколько сотен бомб будут доставлены в ближайшие недели. А уже буквально сегодня министр обороны Франции объявил передачу 50 бомб А2СМ. Их можно адаптировать к советским самолетам МИГ и СУ. То есть у нас уже СУ-шки несут, штормшедов и скалп ракеты, вот еще будут французские бомбы. Ну это обыкновенные авиационные бомбы, которые были доработаны. До уровня планирования. То есть есть два варианта этих бомб на 200 и на 1000 килограмм. К ним сделали две насадки на носовую и на хвостовую часть. И эта бомба превращается в планирующую бомбу. Сегодня эти бомбы могут за счет высотного сбрасывания, ну мы помним там 10-12 километров высота сброса, дальность планирования такой бомбы может составить до 70 километров. Это те же самые КАБы или УАБы, как мы их называем. Ну УАБ управляемая авиационная бомба. КАБ это керованная авиационная бомба, украинскую мову. Вот. Которые очень сильно нам докучают. А вот теперь они появляются у нас и довольно в массовом количестве. Там, кстати, я даже встречал в открытой прессе цифру 3,5 тысячи. Бомб может поставить Франция в течение года нашим воздушным силам. Так что мы теперь будем бомбить и врага на глубину до 70 километров. А в перспективе производитель, французский производитель вот этих вот насадок для планирования обещает увеличить дальность планирования до 200 километров. Нас это прекрасно устроит. То есть мы сможем с безопасного для наших самолетов расстояния сбрасывать эти бомбы на всю глубину оккупированных территорий Украины. До государственной границы включительно. Так что ждем. А в Париже сегодня проходит встреча артиллерийской коалиции с участием 23 стран-партнеров Украины во главе с Францией и Соединенными Штатами. И, естественно, там будет решаться еще и вопрос поставок артиллерии. Ну, кроме Цезаря, про который я вам рассказал. За прошлый год Центр национального сопротивления посчитал, за прошлый год расшисты на оккупированных территориях украли у нас 5 миллионов тонн зерна. В 23-м году враг собрал и вывез из временно оккупированных территорий 4,8 миллионов тонн зерна. На временно оккупированных территориях действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной. А потом уже гауляйтеры, назначенные Рашистской Федерацией, перепродают это зерно и забирают себе разницу. Эта разница является платой Кремля за верность этих гауляйтеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Подумайте только, 5 миллионов тонн они украли у нас в 23-м году. Мародерская страна. Но зато китайцы, вот чем нравится политика Китая, что Китай, они не только, как они говорят, не только гладят, но и кнут и пряник. Это политика кнутая и пряник. И они не просто сидят на берегу и ждут, когда трупы врагов проплывут вниз по реке, но они иногда еще и подталкивают эти трупы, чтобы они проплыли скорее. Так вот, я напомню, что несколько лет назад, еще до массированного вторжения в Украину, Рашистской Федерации, Китай, Китай купил комплекс С-400 Триумф и начал проводить его испытания. Там даже, кстати, была проблема в том, что одна из барыш, которая везла ракеты для этого комплекса, на Дальнем Востоке попала в шторм, и эти ракеты залило водой, и они стали непригодными для пусков. Потом их Рашистская Федерация меняла. Так вот, тогда несколько китайских изданий вышли со статьей, что С-400 Триумф это хорошо покрасанный С-300. То есть Китай любит такие, ну, сбить спесь. А то аналогов нет, лучшее в мире вооружение. И тут китайские эксперты разнесли в пух и прах чудо-ракету Путина. То, что любим мы и ценим, чем гордится коллектив, как когда-то пел Владимир Высоцкий. Китайские военные эксперты дали низкую оценку аналогов нетным гиперзвуковым ракетам «Кинжал». В анализе, опубликованном в ведущем пекинском военно-научном журнале «Милитари Армс», «Кинжал» называется фактически лишь запускаемость самолета версии тактической баллистической ракеты наземного базирования «Искандер». Ну, что оно действительно и соответствует. Это ракета «Искандер». Ракета практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а ее способность планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий. Вот такую вот оценку дали китайские эксперты. Обратите внимание, что в анализе китайских экспертов вообще не упоминается слово «гиперзвуковая ракета». И это, ну, хотя комплекс «Петриот» подтвердил это на практике, потому что он не может сбивать гиперзвуковые цели, он может бороться только со сверхзвуковыми целями, и то, которые идут на скоростях менее трех махов, то есть трех скоростей звука, что практика и подтвердила на сегодняшний день. И вот, пожалуйста, китайский ведущий военно-научный журнал «Милитари Армс». А в это время в Москве Лавров рассуждает, что отношения России и Китая переживают лучший период в многовековой истории. Вот Китай такую, будем говорить, здравую и объективную оценку кинжала, а Лавров говорит, что это лучший период в отношениях Китая и России. Также он по итогам 1923 года назвал среди близкого окружения России страны Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Так что, кстати, очень интересно будет сейчас понаблюдать, как Иран и Турция, понятно, с ними они пророссийские, и Айран вообще составляет ось зла с Российской Федерацией и Северной Кореей. А вот как отреагируют Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Катар на такое заявление Лаврова, что они такие страны близкого окружения Российской Федерации. Мы посмотрим. И в Москве тут же Министерство обороны Шойгу формирует отряды наемников для отправки в Африку. То есть боевые задачи в африканских странах, там где работал раньше Вагнер, теперь это уже частная военная компания, которая управляет Министерством обороны Рашистской Федерации. Но ротацию проводить надо, задачи выполнять надо, как бы там ни было. И Москва начинает формировать, ну, я вам говорил, так называемый Африканский Легион. Они начинают формировать, точнее уже продолжают. Рекрутинг проводится и на временно оккупированных территориях Украины, в частности во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Наемников привлекает не только высокими зарплатами, но и возможностью избежать участия в войне против Украины, что предполагает высокие риски смерти. Цель отправки соответствующего контингента Москва видит в расширении своего влияния в Африке. Ну, это мы как бы и предполагали. А в это же время Соединенные Штаты продолжают, как и предполагалось, что одним-двумя ударами по еминским хуситам операция не закончится. Я так понимаю, теперь удары могут проводиться регулярно по мере поступления разведданных американской разведки относительно размещения объектов еминских хуситов, которые они используют для нападения на гражданские суда. Они, кстати, недавно атаковали судно, принадлежащее одной из американских компаний. Так вот, США нанесли новую серию ударов по объектам боевиков хуситов на территории Йемена, что является четвертым ударом за последнюю неделю. Целями ударов стали пусковые установки хуситов с заряженными у них 14 ракетами. Об этом сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. То есть, видите, разведка не просто работает, разведка пытается поймать их на стартовых позициях с заряженными. И, соответственно, наносят удар. Удар наносят в основном ракетным вооружением, как с плавсредств, то есть эсминцев и подводных лодок, так и с авиацией, которая поднимается с борта авианосца. Ну и новая горячая точка, надо отметить, началась, может появиться в ближайшее время, это в Центральной Азии, Пакистан и Иран. Иран нанес удар по территории Пакистана, Пакистан, естественно, ответил. И премьер-министр Пакистана прервал поездку на форум в Давос и срочно вернулся в Исламабад на фоне обострения ситуации с Ираном. Через два дня после того, как Иран ударил по Пакистану ракетами и беспилотниками, Пакистан нанес ответные удары. Иранские медиа сообщили, что пакистанские ракеты попали в деревню и граничащую с Пакистаном. Также сообщается, что в результате удара погибли гражданские. Кстати, Пакистан тоже сообщал, что погибли гражданские, в том числе и дети. Пакистан, в свою очередь, заявил, что единственной целью удара было достижение собственной безопасности. Кстати, Пакистан отозвал своего посла из Тегерана, а иранскому послу, который на момент нанесения удара Пакистаном по Ирану находился в Тегеране, то есть, видимо, его отозвали для консультации, ему предложено не возвращаться в Исламабад. То есть, вот такая вот ситуация. Чем закончится обмен этими ударами, предположить, очень тяжело. Но противостояние, к сожалению, начинает нарастать. Это может вызвать еще одну горячую точку, еще одну войну или вооруженный конфликт между двумя государствами на планете. Видимо, мы вступили в эпоху войн. Пока что, к счастью, наверное, пока что малых войн. Дай бог, чтобы они не переросли в какую-то одну очень большую. Джо Байден опять призвал Конгресс быстро разблокировать финансирование для дальнейшей помощи Украине. Он прекрасно понимает ситуацию для США, если США выпадет из пола стран, которые поддерживают Украину как финансово, так и в военном плане. Президент США подчеркнул, что Украина должна получать ресурсы, в которых нуждается, включая средства ПВО и артиллерию, чтобы защищаться от варварского российского вторжения. Кроме того, он обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира. Бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО и всего свободного мира. Поэтому Конгресс должен как можно скорее предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины. И вдогонку этой новости они провели консультации позавчера, я вам вчера об этом рассказывал, что Белый дом пригласил представителей всех обоих палат Конгресса и представителей обоих партий, где обсуждались компромиссы для достижения единого мнения или консенсуса по вопросу голосования за выделение дополнительных 116 миллиардов на финансирование поддержки Израилю, Украине, Тайваню и Тихоокеанскому региону. Так вот, сегодня с утра вдогонку, точнее даже уже днем, вдогонку Wall Street Journal опубликовал информацию о том, что Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. То есть, очень хорошо, что у президента США есть такое понимание и что он готов идти на компромиссы по иммиграционной политике. Видите, это вот смешение, когда внутренняя политика перебивает внешнюю и что в принципе не должно быть в нормальном государстве. Это два параллельных события, которые не должны мешать одно другому. Здесь, к сожалению, республиканская партия, но там в основном группа мага, это трамписты, решили воспользоваться вот этим вот нюансом в плане ужесточения, в плане давления на демократов для того, чтобы ужесточить иммигрантскую политику. Ну и бишенкой на торте на сегодняшний день, в сегодняшнем, точнее, выпуске будет две новости. Первая это макроэкономический прогноз, который для граждан Российской Федерации опубликовал журнал The Economist. Ну мы знаем, это один из ведущих экономических изданий и политических изданий. Как правило, публикация The Economist, и мы знаем всегда этот ребус новогодний с обложкой перспективы следующего года. Поэтому этот журнал никогда не ошибается. Его относят и разные там, и группор за кулисы главный, и там, ну в любом случае он является одним из самых влиятельных изданий в мире. Так вот, они дали очень мрачный макроэкономический прогноз на 2024 год для граждан России. Такие показатели, видите на экране, такие показатели по всей выборке ждут россиян согласно мониторингу международных агентств. И к концу 2024 года средние россияне ожидают инфляцию в 50%, а доллар по 120 рублей. Вот такой вот основной прогноз. В том числе, такими мрачными ожиданиями вызван повышенный потребительский спрос россиян. Они ждут дефицита товаров и высокой инфляции. А потому закупаются, чем могут, от квартир до электроники. Впрок объясняет мониторинг, который проводил эти исследования. Кстати, к исследованиям привлекались в том числе и коллеги из Института психологии Российской Академии Наук. И Института психологоэкономических исследований. Вот, тоже Российской Академии Наук. То есть это не с улицы взято, это с привлечением специалистов из самой РФ были сделаны такие прогнозы. И дав подтверждение вот этого прогноза, на сегодняшний день уже российские издания публикуют, что у граждан РФ нет веры в деревянный рубль. Население РФ массово скупает доллары и евро. Тут, правда, возникает вопрос, опа, а где же ваш патриотизм? Как это вы такие клянете НАТО, на чем свет стоит, и Европа у вас враги, а доллары и евро вы скупаете? Нет, чтобы патриотически их продать, сбросить и остаться с национальной валютой. Так вот, население РФ в декабре осуществило рекордные в 2023 году неттопокупки валюты на 179 миллиардов рублей. Чуть больше половины люди приобрели на бирже на сумму в 90,2 миллиарда рублей. Остальное через крупнейшие банки на сумму в 88,8 миллиардов рублей. То есть, а кто не может купить валюту, у кого нет такой возможности, они просто идут в магазин и сметают с полок все, что есть. Любые товары. От квартир до бытовой электроники, запасаясь этим впрок. Вот такая вот ситуация. Ну и прогноз вы на экране видите, какие показатели были, есть и какие ожидаются на конец 2024 года. Это мрачный макроэкономический прогноз на 2024 год для россиян от журнала The Economist. Субтитры подогнал «Симон»